Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Рус... Да, снимает, так, хвата, сейчас опять лохнулся. С вами был канал РусФПС и... Конкурс на 1000 рублей, не знаю когда будет, потому что еще не набрали 650 подписчиков и не знаю когда наберем, потому что многие ждали конкурса, подписывались и отписываются. Не отписывайтесь, потому что мы, я надеюсь, наберем 650 подписчиков. К концу этой недели, я думаю, ну или за две недели, не важно на самом-то деле, мне важны подписчики, но не так, чтобы прям уж типа, ну блин, подписчики, это так важно прям. Но конкурс проведем, проведем. Зовите друзей, зовите своих родственников там, чтобы они подписывались и проведем конкурс. Все, это вот все, что я хотел сказать, вот прям вот, все, можете закрывать видео, шучу. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк и нажимайте на колокольчик под данное видео. Вот, все, подписались, тогда поехали. Сегодня у нас будет суперпакопенинг в PS19 Mobile. Для начала, посмотрите на мой состав, это просто лайтовый состав, вот у меня сколько бичар, тут на самом деле их можно все слить на всякие тренировки, все дела, и вот. Давайте для начала так и сделаем, все их бичей сливаем на тренировки, потому что они мне вот вообще на самом-то деле не нужны. Так, а я не знаю, как... А, вот преобразовать в спецтренера. Мне кажется, это будет долго и... Ну, на каждого вот так вот. Сейчас мы человек 10 сделаем, но это все специально сделано, чтобы продлить видос, да, вы догадались. Использовать пред... Да не надо мне использовать... Ладно. Сейчас мы еще 5 человек преобразуем, это просто для меня в новинку, и я даже не знаю, когда PS19 выйдет, я надеюсь, она выйдет скоро, потому что там обещают новую онлайн, ну, типа, как в оригинальной песке, и, типа, я надеюсь, что будет все круто. И я надеюсь, меня шнылся, потому что я не снимаю на микрофон, а на свой... Ну, микрофон от телефона, потому что не знаю, что там... Не хочется мне микрофон доставать, да и мутор на это все дело. Вот, и я надеюсь, вы все же подписались на канал и позвали там друзей, всяких там своих друзей, репостнули в ВКонтакте, там, в Инстаграме этот видос. Чтобы все-таки мы добили эти чертовы 650... Ну, потому что люди спрашивают, люди спрашивают, когда Росфин ФПС, когда же конкурс, а я вот им просто развожу руками и говорю, ну, ребят, нет пока 650 подписчиков, не могу провести конкурс. А, да, вот, и что нам нужно из запаса вот сюда перенеместить. Да, кстати, ребят, качайте Песку, забив... Вот сейчас я скажу, конечно, банальные вещи, но даже здесь Песка лучше, чем ФИФА. Да, ребят, это так. Вот, кто-то сразу же услышит, что Пес... Я не говорю, что ФИФА говно, Пескруто. Ну, сейчас многие так услышат и подумают, там все, типа, банальные эти... Ну, ребят, это по факту так, поэтому не ставьте дизлайк, просто скачайте Песку, и вы поймете. Ну, возможно, вам нравится и ФИФА, ну, что я сделаю? Все вкусы разные, ребят. Я думаю, сейчас я развел мнение, что о вкусах не спорят, и кому-то нравится завивать крутые голы каждый раз, кому-то нравится реальный футбол. Вот, как бы... Вот, кстати, Паки Булкс Драу, но они слишком крутые, и... Вот, кстати, вот посмотрите, что там у нас дается. Какие шансы? Я надеюсь, что в следующей Песке... Бля, вы посмотрите на это. Я надеюсь, что в следующей Песке нельзя будет так быстро собрать состав, потому что за месяц в Песке можно сделать топовый состав, 99, там все дела. Я знаю, что в ФИФЕ можно так же сделать, но в Песке это можно делать намного быстрее и без доната. Сегодня у нас будет 4 серебряных пака и 4 золотых. Вот, смотрите. Какие у нас шансы? Черный мяч, это серебряный пак, 2,8%. 13,5% это на золотой мяч и 83,7% это на бронзовый. Кстати, я помню в серебряном паке, короче, вот, видели у меня бускец на опорнике? Вот это я его из серебряного поймал, честно. А, нет, шучу, из золотого. Но там, короче, знаете, как было? Это вот как в Песе 18, помню, у Антона Чейза, если вы знаете, кто это такой, ставьте лайк обязательно. Вот, типа там черненький проскакивает, и там следующий золотой. Следующий золотой и... Так, сейчас, стойте. Секунду. Вот, следующий золотой и обратно на черт перескочил. Я так угарнул просто. Здесь черный мяч также вероятность, 2,8%. Короче, тут, скорее всего, мне попадется золотой. Но будем надеяться. Я, если буду видеть, что там все очень плохо, вот я хочу сразу. Если все будет плохо, я ски... Блин, ну... Ай, ладно. Лазаро, это какой-то... Ну, давайте посмотрим данные игрока. Если это правый нападающий, значит, у него должны быть какие-нибудь крутые статы, там, скорость. Нет, у него только скорость. Мы его, скорее всего, скормим, потому что у меня есть офигенный правый нападающий, тоже серебряный, но круче. Так, ставим. У меня постоянно предметы... О, золото. Золото. И скипнем сейчас... Это у нас вратарь Вивиана. У меня есть вратарь? Ну, я не знаю, это будет как запасной. Не знаю. Или можно одного скормить другому. Ох ты, черненький тут даже есть. О, черный, черный! Ай, надо было раньше жать. Нам выпадает Гриньер. Из Рейнса. Это у нас центральный полузащитник. Давайте ради разнообразия откроем золотой один пак и посмотрим, возможно, нам что-то допередет. Нет, нам ничего не перепадет. Давайте не будем скипать и посмотрим, кто это нам. Центральный защитник Черлука. У меня, кстати, в защитнике есть Вилла, там, 72 и Пепе, 77, и они сыгранные хорошо. Там у них 81 сыгранность, так что Черлука, я не знаю, я его скормлю, наверное, но нет, я его оставлю. Вдруг кто-то еще из русских бестов мне поднимется. Давайте еще один золотой пак. И я надеюсь, вы подписались все-таки на канал, пока смотрите этот сумасшедший пакопенинг. Не знаю, как это, изи контент. Центральный полузащитник Озу Аку. Кстати, ребят, я недавно играл в PS, ну, я на протяжении некоторого времени играл в PS5, и у меня там, ну, там с модом все дела. Но штаты, кстати, не очень-то уж и плохие. Я его поставлю, ну, потом увидите, как преобразуется мой состав. Вот, играл в PS5, у меня там был Озу Аку, и я, короче, его уволил. На одном проекте по PS5 не буду рекламировать его, потому что это полная фигня там. Лучше не идите, блин, ну, надо было позже нажимать, ну, как так. Так, атакующий полузащитник немец Мухтар. Мухтар из Брондби. Какой-то Мухтар нам выпал, непонятный. Вот. Хотите больше видосов по PS19, ну, пока она еще не закончилась, то обязательно ставьте Лукас. И я хочу, чтобы мне выпал в конец-таки золотой шанс 2.8. Правый защитник. У меня, кстати, правый защитник. Там стоит Бронзовый Бич. И теперь у меня будет Аспеликолета из Лондон ФК. Ну, это Челси, это Челси. Давайте, кстати, посмотрим на его статы. Блин, ну, мне уже нравится. Ребят, я, конечно, понимаю, что открывая паки, так, ну, вы же понимаете, что шанс 2.8, как бы, ну, типа, блин, мне реально круто повезло, но, кстати, его можно использовать на полузащитнике еще очень хорошо. Как бы, как бы, понимаете, что все равно сейчас в Песке очень легко можно умение защищаться. Ну, это хорошо. Отбор мяча. Очень легко собрать состав. Вот. Выносливость хорошая. А что у нас там по скорости? Скорость. Физическая форма 8. Это, видимо, вот бирюзовый цвет, если я не ошибаюсь, да, вот физическая форма, да. И травмоустойчивость 3. Это значит, что он вообще, то есть, вот в Пес 5 там есть травмоустойчивость А, Б, С. То есть, А это самое лучшее, Б это такой немножко слабенький, и С это, типа, у него там косточки все выломаются. Я не понимаю, я хочу посмотреть скорость. Скорость 73. Ладно, скорость это не самое важное. Короче, это топовый игрок. И, я не знаю, давайте потом, а я предлагаю вам потом еще открыть пак с легендами под конец. Чтобы прям вообще вот, ну, не знаю, даже если нам выпадет какая-нибудь, не буду скипать. Это у нас левый полузащит. Форсберг. Форсберг. Один из ведущих игроков сборной Швейцарии. То есть, смотрите, состав-то собрать в Песке легко, но суть в том, что нужно его прокачивать. И вот в прокачке сама сложность. То есть, Кришчан Роналду, типа, вывел 94. Ты хочешь его прокачать до 99, но там, знаете, сколько нужно качать? Это просто капец. Вот эти паки, я не знаю, вот посмотрите, вот это вот хреновые паки, не берите их, потому что там вам выпадут три бичевских игрока. Скорее всего, серебряных. Вот здесь, здесь тоже, скорее всего, вам выпадет бронза, поэтому не берите эти паки, я вам серьезно. Сейчас вот мы откроем один из этих паков. То есть, здесь, смотрите, такие легенды, как Камбьясо, Замурану, Салас, Диа, Рай, Кафу. Я никого из них не знаю, кроме Замурана, Камбьясо. Что-то слышал где-то, Кафу, Рикоба, не знаю, Занэти знаю, да, Смесси, кстати, он играл, по-моему, если не ошибаюсь. Батисту-то знаю, ну и Марадона, Марадона, ну кто его не знает, кто его не знает. Предлагаю в следующем видео, и нам, кстати, выпадет три, вот видите, там слева сверху, нам выпадет три игрока. Ну, как вы видите, что 180, осталось 300 игроков, из них 180, серебряных 90. То есть, как вам сказать, на каждые два серебряных и на них один золотой. То есть, вот так вот, и, короче, шанс есть. Ну, для начала мы все-таки посмотрим, как изменился наш состав. Вот, смотрите, заходим мы в наш клуб. Я не знаю, сколько времени уже прошло. Так, не туда, не туда я зашел опять. Вот, управление командой. Вот, кстати, Дмитрий Полос, я фанат Рубина. Если вы хотите, чтобы я сделал видео, как Рубин слил 3-0 Сочи, то есть, Рубин у нас идет в середине таблицы, где-то 10-е место там, да, а Сочи на 20-м, скорее всего, это был товарняк, типа, Рубин и так будет в середине, а Сочи, ну, ему нужно выбираться, брать свои три очка. Если хотите, чтобы я раскритиковал все подряд, ну, типа, я фанат и типа, я охренел, то я все равно это сделаю, мне никто не запретит. Вот, смотрите, кто у нас тут появился. Во-первых, Аспиликуэта, но командный дух понижается, но, не знаю, наверстаем. Вот у меня есть Мина, защитник, но я не знаю, черлку пока не будем стоять. Нам нужен, мне нужен был ЦПшка, очень хороший, и сразу же стоимость состава у нас, не знаю, я не знаю, как, вот, замена главного тренера. А как заменить главного тренера, я не знаю, ребят, я не знаю, как заменить главного тренера. Вот, вот, в следующем видео напишите мне, плиз, как заменить главного тренера, я не знаю, я ХЗС. Сейчас мы уволим вот этих еще белых хренделей, чтобы нам хватило места для икон. Потому что я не знаю, куда денем, вдруг иконы пропадут, и я такой лоханусь, типа. Сейчас мы... А, главные тренеры. А, нет, тут нельзя, нельзя. Жалко. Кстати, у меня есть куча скаутов, но здесь, кстати, не знаю, кто нам перепадет, у нас тут все скауты позорные, но, как бы, если слить просто тупо, там в основном будет белое и серебро, если слить, то там неплохой наварчик, в принципе, будет для прокачки моих вот этих бестов. Но, чтобы прокачивать бестов, нужен основной костяк, то есть все черные, там, Роналдо, Месси, Неймар, чтобы их уже прокачивать. Вот. А, ну, сейчас мы будем преобразовывать наших... Так, я уже забыл, куда нужно уходить. Так. Вот, по-моему, здесь. А, нет, здесь прокачивать. А вот здесь делать их... А, нет, тут нужно максимум 500 игроков, как в FIFA. Ну, это неплохо. Так. Преобразовать в спецтренер. Сейчас мы три игрока преобразуем, ну, или... Что-то не преобразовался, мне кажется. Преобразуйся. Вот. Я отмена, видимо, нажал. У него контракт 15. Ё-моё. Ммм. А зачем он мне вообще... Так, этот мне нужен, парень. Пока я не приобрету хорошего защитника. Так. А вот этот парень мне уже не нужен. Ну, сорян, бро. Ну, ты слабый. Извини. Извини, бро. Так, ё-мо-ксель-моксель. Видос. Все затягивается. Ну, вы же любите длинные видосы. Я для вас стараюсь, ребят. Продление. Кстати, завтра 1 сентября. Ну, точнее, 2 сентября. Ну, вот. Снимаю видосы. Видите? 23.18. Завтра в школу идти. Ух. Весело. Преобразуем. Еще давайте одного сейчас преобразуем. Спецтренера. Суперспецтренера. И... Пойдем... То есть... В чем суть? То есть в Песке нужно собрать топовый, прям топовейший состав. Для этого нужно... Если, допустим, у вас есть Криштиан Роналду, но... И у вас есть, например, Гризман, и в приоритете Роналду, то, чтобы добиться... Чтобы Роналду прокачать, приходится там, например, я не знаю, Неймара... О, смотрите, у нас как раз место освободилось. Вот, не знаю, какого вратаря брать, по сути-то. Командный дух упал до нуля. Ой, ужас какой. Просто посмотрите на это. Ладно. Ой. Так. Давайте вот так вот. И где мой этот... Чудо мое, ты где? На, вот. Я не могу сохранить, потому что... Ой. С носом проблема. Вот смотрите, я не знаю, как получить главного тренера. Что за фигня? Пишите в комментариях, как получить главного тренера, потому что я не знаю, ребят. Я, если честно, не знаю. Надо будет убраться, спросить, как он там получал. А, вот, тренер. Тренер. Ребят, может здесь. Во. Дидье... Тут есть Дидье Дэшам. Есть... Гасперини. Только я не знаю, кто это такой. 3-2, 3-2, какая-то схема. Ну, я думаю... Семплиси. Холлан. Короче, не знаю. Ноунеймов мы брать не будем. Ну и вот эти стрёмные какие-то... Тоже... Я предлагаю взять все-таки Дидье Дэшам. Ну, смотрите. То есть, он тренер сборной Франц. 4-2-2. Нападение обороны. Адаптируемость 85. Навеки управления 590. Контракт нет. Соответственно... Ну, не знаю. Вот, смотрите. 4-2-2. То есть, 4 защитника, 2 по бокам. И 2 полузащитника. И 2, видимо, атакующих. И 2 нападающих. То есть... А, тут несколько стилей. То есть, вот такой есть. Есть. Без запорников. И там вот... ЦАПы. А здесь... ЛППП. Вот. То есть, можно выбирать. У нас вот эта наступательная тактика. И оборонительная. Я предлагаю все-таки подписать Дидье Дешамо. Сейчас посмотрим, что у меня будет. Я надеюсь, вы все еще смотрите мой видос. Дидье Дешамо просто... Ну, легенда. Он, во-первых, в 98-м году, если не ошибаюсь, выиграл чемпионат мира. Со своей сборной французской, да. Вот. И сам же выиграл его уже в качестве тренера. Только я вот не знаю, как этого тренера заменить. А, вот замена главного тренера. Арам Буру. Ну, ты, конечно, крутой. Но Дидье Дешамо лучше. И вот смотрите. Неизвестная нам схема. Бускец немножко теряется. Потому что он опорник все-таки. Но можно заменить позицию. И сделать его вместо ЦП опорником. То есть, вот этот челик, он у нас будет... Он у нас вообще... А, это Витол. Он у нас вообще правый нападающий, да. Так, подождите. Я запутался. Во-первых, нам нужно полоса. Полос, конечно, да. Так. Так, это у нас вообще кто ты? Ты кто такой? А, ты как раз у нас ЦП. Но там, по-моему, был Форсберг. Форсберг. Да. А, он у нас левый полузащитник, да, как раз. Или что он у нас? И центральный. Но лучше он играет на левом. Окей, пусть на левом остается. Тогда раз он лучше на левом. Так, дальше. Кто у нас есть? Черлока нам не нужны. Ну, то есть, у нас все ненужные в основном. Потому что вот зачем? Вот это вот это... Кто? Ты кто такой? Вот зачем ты мне нужен? Я предлагаю на всякий случай ЦЗ Черлоку заменить. Ну, вот сюда поставить. Потом. И вообще всех бестов... Так, нет. У него сыграно здесь есть. Поэтому... Так. Поставить вратаря на всякий случай... Ну, мало ли, что может случиться. Я вот серьезно говорю. Так вот. Я не знаю, кто будет... Вот. Вот, да. Вот можно сделать... Нет. Лучше 73. И он, кстати, очень быстрый. Скорость 86. Поэтому будет нормально все. Сохраняем. И, кстати... Детей, дышам неплохо будет ее тренировать. Смотрите. Что у нас с нападающими? С нападающими у нас напряженка. Я предлагаю поставить на нападающего Полоза. Или кто там у нас? О! Нет. Дмитрий Полоз... Я вот вам сейчас... Без шуток. Он... Лучший нападающий. Вот так. Что я несу? Что я делаю? Долгий видос. А! Нельзя поменять позицию. Поэтому... Дмитрий Полоз. Прошу, пожалуйста. Вот вам бразды в руки. А! Позицию я не могу поменять. Поэтому... А вот здесь вот могу поменять? Да, могу поменять. Здесь я могу поменять. Ну, смотрите. У него 72 рейтинга. А так 69. Ну, я... Полоза вообще, по сути, он крут. Полоз крут. Ну-ка. Если вот так вот. Нет. Нельзя поменять. А здесь можно... Можно поставить два оттянутых. Но... Как бы полоз. Пусть будет на напе. Хотя... Нет. Вот. Так вот лучше, говорят мне. Но я сделаю вот так. Что? Витола. Ну, Витола пусть он будет у нас на заминке. Вместо... Нет. Вот Сако. Видите Сако? Сако на самом деле получше, чем Витола будет. Поэтому... Ну, не знаю. Ну, вот так вот сделаем. А чем нам вот этот челеговщик? Геос. Геос нам не нужен. И... Так. Надо сохраниться. Сколько уже записываю? Сейчас скажут. Руслан, у тебя памяти мало. Хватит записывать. Все. Заканчивай. Сказал бы, кончаю. Сказал бы, кончаю. Кончаю вот так вот. А сейчас мы уже... Кстати, смотрите, какая цифра. 4-4-4-4-4-1. Смешно. Ге-гей. Вот где монеты. А, мы же хотели пак открыть. Я предлагаю вам открыть пак. Потом я накоплю монетки. И открою три пак. Это у нас будет такой дикий покупатель. Предлагаю открыть за монеты, потому что вот эти золотые штуки-дрюки, они очень дорогие. Кстати, осталось 10 дней до открытия паков. Я предлагаю вот открыть. Первый пак. Ой, мне кажется, нам тут должно повезти хотя бы золото. Золото, золото. Так, золото нам уже выпало. Это уже хорошо. Потому что золото... Ух ты, легенда! Замарана! Центральный... Нам нужен, кстати, был центральный нападающий. Так, нам выпал розетту какой-то, но мы его на скормление. Оливейра из Атлетику Минейро. Он у нас... Ну, посмотрим. Замарана, ребята. Ну, я не знаю вообще, кто это такой на самом-то деле, но я понимаю, что это легенда. И если я... Мне на самом деле плевать, хотите ли вы или нет, но... О, по позициям. Ё-моё. И на самом деле... Он, кстати, может быть еще оттянутым форвардом. У меня атаковать. Контроль мяч. Игра головой. То есть я могу делать на него забросы. Реализация 82. Это неплохо. Скорость 79. Это нормально. При Гуччи. То есть я на него могу делать забросы. И он просто тупо может раз и... Забить. Спокойно. Слушайте, мне понравилось. Давайте я открою еще за монет. Потом подкоплю и открою еще. Так, ладно, поехали. Поехали. Я хочу, чтобы мне... Блин, ну твою ж мать. Так, Бонега. Кстати, Бонега это у нас аргентинец. Он... Короче, он крутой. Лукас Лейва и... Морейна. Да, Морейна. Ладно. Мне кажется, не будем уже впадать в этот... А, нам, да. Нам уже не хватит на следующий пак. Ну и все, хватит. А то... Видите, осталось золотых мячей. 87. 177 этих... То есть, по сути, я... Можно, знаете, как сделать? Вот видите, 177 бронзовых. То есть, можно очень много сюда, бабок, в это вложить. Все серебряные потратить. И забрать все эти... Черные и... Золотые. Вот. Ну ладно, поехали. Преобразуем наш состав. Вот, мне уже говорят, что памяти недостаточно. Эй, что ты там снимаешь камеру, вырубай. Вот. Ну шо, ребят. Потом сделаю обзор на этот топовый состав. А, вот. Как раз-таки смотрите, что у нас. А, на оттянутом форварде его... Кондитции. Не знаю, талиску ставить. А полос пусть у нас будет на... Ну, потому что полос. Ну, легенда. Чего вы, ребят? Легенда. А легенды, ну... Сами понимаете, это легенда. Надо будет против брата сыграть. Натянуть ему кое-что одно место. Вот. Так. Это у нас... Бонегу он атакующий? Я... Нет, нельзя. Ну-ка, если вот так вот. Нет. Так вот. И... Вместо... И сделать его нет. Ну, слушайте, он как полузащитник хорош. То есть, Бонегу ставим и на... И заменять Бонегу будет... То есть, можно сделать его так вот. И они с Бускесом будут... Будут опорниками. Ну, ладно. Не буду вам тут читать лекцию по мастерству футбольному. Сыграю пару матчей сейчас за эту команду крутую. С вами был Каксидорус ФПС. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. И еще раз подписывайтесь на канал. Там... Делитесь с друзьями. Все дела. И... Ну, всем пока, ребят. Всем пока. Пока. И еще раз пока. Завтра смонтирую видео. Что-то спать хочу. Сейчас сыграю матч. Спать буду. Пока.